Посмотрите на то, что происходит вокруг сейчас. То есть все, что популярно на самом деле на сегодняшний день, это судьба. Но в иных интерпретациях. Если вы говорите, что судьба, это никому не интересно. А вот Ирина Ильинина говорила, что человечество это как? Ну, дизайн. Да, human design. Это ж, по сути, внешнее управление судьбой. А вот human design очень популярен. Но, знаете ж, ведь не все люди на Земле хотят, чтобы судьбой управляли. Или эксперименты на них научные стали. Судьбы, да? Не все. Поэтому human design, он, наверное, популярен в какой-то степени. Ну, большинство людей очень, как бы, скептически к этому всему, как бы, относятся. Ведь, по сути, когда мы говорим о human design, мы имеем дело с реакцией на психике. Всего лишь, на все. Которую они не могут вытаскивать. То есть, human design пытается вывести реакции психики в кольцевую форму, скорость вращения реакции и, в общем-то, определяют каким-то способом, вместо реакции психики, достраивать или перестраивать. То есть, по сути, это весь human design. То есть, по сути, судьба, это, ну, как бы, некая субстанция или некое явление, некое явление, которое, как бы, должна позволить человеку прожить, ну, определенную, полнокровную, да, жизнь. То есть, но, в сонде, он говорит, что побуждение строит судьбу. А как это происходит? Ну, побуждение влияет на выбор. Выборы, сумма выборов строит судьбу, да? А уж полнокровная она или нет, и так, когда все происходит бессознанно, то судьба фатальна, да? Ну, жить-то, как-то надо. Надо же каким-то образом, ну, существовать. И вот так жить в фатальности. То есть, по сути, что нам мешает жить в фатальности? Почему мы опять возвращаемся к судьбе? А у человека есть некий предохранитель, который возвращает его постоянно к судьбе. Это его извечная медитация на тему справедливости и несправедливости. И это заставляет опять думать о судьбе. То есть, каждый раз, когда человек думает о справедливости и справедливости, он думает о своей судьбе. Он думает о своей судьбе. Себя возвращает к этой теме. Но, к слову, судьба это, что не называют. Да? И тут появляется суперчеловек и говорит, есть у меня вещица посильнее железного зуба. Вот у тебя в жизни все будет офигенно. Все. Если ты будешь делать правильные выборы. А для этого тебе нужно что? Интуиция. Да? Да. То есть, интуиция – главный инструмент судьбы сегодня. И куда ни ткнись, вы будете натыкаться на интуицию. Интуиция, как Ирина Ильина выяснила, это самая интересная, самая востребованная тема на сегодняшний день. И как инструмент, и как явление. То есть, про интуицию говорят все. Но, при этом при всем, мы совершенно четко на себя примеряем. Понимаем, что на самом деле никто из этих людей ничего про интуицию, про это явление, которое я называю интуицией, не знает. То есть, множество мнений об интуиции не дает возможности человеку использовывать интуицию. Притом, есть научные мнения об этом. Такие, как Гегеренсера, например, Канемана и так далее. А есть идеи, я бы назвал, кустарные, взятые оттуда, украденные, философские, я бы так сказал, из религиозной философии. То есть, по сути, своим главным инструментом судьбы является интуиция, на сегодняшний день. Если мы говорим, что реакция к психике, то это важный элемент. Я бы так сказал, судьбоносный, но это элемент. И действительно, знаете, чтобы сделать жизнь тяжелой в себе, надо начать перестраивать. А чтобы жизнь сделать легкой, надо достраивать. То есть, по сути своей... Но как определить, что достраивать? Потому что, если вы хотите что-то другое, то придется перестраивать. Потому что достройка, она же что? Ограниченно двигательная, да? Ну, реакция психики. То есть, у вас хищническая реакция, вы только этот стопик можете достраивать. Все вправо-влево начнут, ну, как бы... Меньше и меньше становиться на кругу по времени, по секундной мере, да? Сводите, ну, козолю. Ну, одна хищническая реакция, она, как бы, вы же прекрасно понимаете, ну, как бы, не везде уместно. Можно и в тюрьму же сесть. Ну, если лев ходит по городу, убежал из зоопарка и кого-то съел, да? То есть, его, наверное, скорее всего, усыпят или что-то другое, если ему это сделают, наверное. Хищник, выходящий по городу, это не будет, да? То есть, а рептилия, которая, ну, как бы, сидит и смотрит в одну точку, да? То есть, может умереть из зоопарка, вот это все. Человек же нехладнокровный, да? То есть, ему же есть, надо что-то одеваться во что-то, да? А гиперинтеллектуал станет сумасшедшим, да? То есть, мы дойдем к расстоянию Пирельмана, да? Зачем мне миллион, если я могу двигать галактики? Да, то есть, хлеб и молоко из пакетиков треугольных. То есть, ну, горе от ума. А если мы, извините, вот эта, ну, слонятка недоделанная, как бы, да, и у нас, как бы, простите, механическая реакция, так вы, простите, целыми днями будем, там, я знаю, улицы подлетать. И думать о справедливости и не справедливости, потому что кому нужны слоны? Ну, вы знаете, я тебе, дорогая, сделаю подарок, а нам слон стоит. Вы, например, знаете, подлужен слон? Нет. Получается, что на самом деле интуиция и судьба – это крайне популярная тема на сегодня, главная тема психологии. Но она выражена в других, что ли, явлениях, в других названиях. То есть, поэтому слово «судьба», она никого сегодня, как слово, не интересует, потому что она вышла из-за пехоты.